В районной администрации состоялось расширенное заседание Межведомственной комиссии по организации летнего отдыха и оздоровления детей, на котором были подведены итоги работы по выполнению программы «Лето-2018». В работе Межведомственной комиссии приняли участие директора образовательных учреждений, главы поселений, руководители социальных управлений администрации, представители правоохранительных органов и санэпиднадзора. Провел заседание заместитель главы района по социальным вопросам Виталий Титаренко. Главная задача программы «Лето-2018» заключалась в обеспечении безопасного и эффективного отдыха, оздоровления и занятости детей Славянского района. Насколько добросовестно удалось выполнить поставленные задачи, доложил заместитель главы по социальным вопросам Виталий Титаренко. Он отметил, что приоритетными направлениями была организация отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из малоимущих семей и других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, а также одарённых детей, победителей районных краевых конкурсов, активистов школьного самоуправления. Особое внимание было уделено занятости трудных подростков, детей и инвалидов. В целом, более 13 тысяч несовершеннолетних были охвачены 30 разнообразными видами и формами отдыха и оздоровления. Летняя кампания этого года завершилась, но работа продолжается. Уже сейчас началась подготовка планов и проектов на лето 2019 года. Сегодня, уважаемые участники Межеверской комиссии, мы подводим анализ летней оздоровительной кампании, формируем задачи на будущий год. Задачу служить в социальной сфере, обеспечить отдых и занятость детей в круглый год, используя каникулярное время, работа продолжается. И необходимо нам организовать доли вне кампании еще отдыха и оздоровления и на осенних, и на зимних, и на весенних каникулах 2018-2019 учебного года. Мы постарались в проект бюджета на 2019 год заложить необходимый объем финансирования. Это порядка 12,5 миллионов рублей на 1,5 миллиона больше, чем в текущем году. Будем эти средства отстаивать, глава района нас поддерживает в этом отношении. И все эти средства были заложены в проект программы «Дети Славянского района». На расширенном заседании Межведомственной комиссии руководители всех отраслевых структур, отвечающих за организацию летнего отдыха детей, отчитались о проделанной работе. В летний период 2018 года работали 35 лагерей, немного пребывания, в которых прошли оздоровление 1915 детей. Количество оздоровленных детей увеличивается у нас ежегодно. На протяжении последних двух лет муниципальные образования самостоятельно определяют сроки и тематику проведения смен. В нашем районе были определены 4 смены с учетом возможностей и потребностей школы. Также муниципалитеты самостоятельно подтверждают сумму для организации питания. В нашем районе сумма ежегодно увеличивается. Если смотреть по краевым показателям стоимости питания в лагерях, наш район находится на уровне среднекраевых. Все школы выполнили плановые показатели отхода детей в лагерях. Кроме лагерей дневного пребывания работали досуговые и спортивные площадки, лагеря труда и отдыха. Проводились походы, труслеты, экспедиции, экскурсии. Ребята могли отдохнуть на побережье Азовского и Черного морей, пройти курс оздоровления в Славянской больнио-лечебнице, а также трудоустроиться на время летних каникул. Кроме этого, для детей проводились масштабные спортивные соревнования и турниры. В период с июня по август 2018 года на территории муниципалитета было проведено 95 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 17 тысяч человек. Наиболее массовым мероприятием в этом традиционном у нас является Всегубанский турнир по стритболу. Самый массовый – это первый этап, который проводите в поселениях. В этом году более 8 тысяч человек приняло все поселения, проведу себя первый этап соревнований. И еще одно основное мероприятие – это, конечно, первый этап Всегубанского турнира по футболу. Это самое массовое мероприятие, более 7 тысяч человек приняло участие в первом этапе. Также второй мы проводили на базе спортивной школы Виктория. И третий этап – это краевые. Зонально тоже приняло 8 муниципалитетов. Был отмечен положительный опыт сотрудничества нашего района с соседними Крымским и Абинским районами по организации туристских мероприятий. Так, в туристском лагере «Патриот Кубани» в течение лета было проведено 12 смен для школьников, спортсменов, молодежи и студентов. Эта форма отдыха очень нравится ребятам. По итогам совещания был составлен проект решения, в который были внесены предложения по повышению эффективности летнего оздоровления детей. К началу проведения летней оздоровительной кампании 2019 года необходимо будет дополнительно приобрести туристское оборудование, увеличить охват подростков, желающих трудоустроиться летом, использовать большее количество форм летнего отдыха для детей и инвалидов. Подводя итоги совещания, Виталий Титаренко подчеркнул, что выполнение всех рекомендаций междведомственной комиссии обязательно для каждого образовательного учреждения, администрации поселений, всех социальных служб. Совершена летняя кампания 2018 года, но уже начата подготовка летней кампании 2019 года. Необходимо учесть все те вопросы, которые были для нас сложными в прошедший летний период. И, соответственно, организовать целенаправленное взаимодействие всех служб и главпоселений. Потому что только в тесной совместной работе нам удалось в 2018 году достичь тех задач, которые мы ставили для себя в марте прошлого года на наше решение ВК на старте летних кампаний. В конце заседания всем, кто принял активное участие в организации и проведении летней оздоровительной кампании 2018 года, были вручены благодарственные письма главы района.